Здравствуйте, меня зовут Роман Белкин, я представляю проект Кардиома, я фаундер и CEO этого проекта. Что такое Кардиома? Кардиома это устройство, которое может сохранить жизнь ваших родных благодаря постоянному, круглосуточному мониторингу их здоровья. Раз, раз. Преамбула. Все мы, когда были маленькими, за нашим здоровьем, за нашим состоянием следили наши родители. Когда мы выросли, мы уже сами можем о себе позаботиться благодаря подобным устройствам, программному обеспечению, которое создано преимущественно для молодых активных людей. Наши пожилые уже родители остаются один на один со своими проблемами. Итак, проблема. Проблема более 50% смертей в мире, вызванной заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких. Порядка 80% смертей можно избежать благодаря мониторингу здоровья и своевременной реакции на симптомы, которые дает организм. В отличие от молодых людей, пожилые люди не имеют специальных устройств, которые позволяют им постоянно мониторить здоровье и мотивировать их к каким-то действиям. Многие пожилые люди в Америке, например, или в Европе, они пользуются условно-молодежными фитнес-браслетами, часами, Apple Watch и все подобное. Рынок активно развивается, мобильных носимых медицинских устройств. Сейчас по состоянию на 2015 год продажи были 25 миллионов штук на сумму 10 миллиардов долларов. К 2020 году прогноз говорит о том, что раза в три каждый показатель увеличится даже больше. Итак, решение. Это специальное устройство, созданное именно для пожилых людей, с их потребностями, с их проблемами. Оно мониторит постоянное состояние здоровья, состояние сердца, состояние легких, температуру тела. Я дальше там покажу. И дает мгновенные сообщения о сбоях в работе, скажем так, внутренних органов. Как носителям устройства, так и их доверенным лицам, родственникам. Это то, из чего состоит. То есть, в кардиома мы объединили функции мобильного медицинского устройства и фитнес-устройства. То есть, casual, да, можно сказать, устройства. Мы используем 24-битные биосенсоры, что в принципе не используют подобное устройство. Ну, используем, естественно, акселерометр, гироскоп. Это те компоненты, которые используются в молодежных, ну и в других фитнес-устройствах. Также самоглеящийся электрод и кнопка, тревожная кнопка, которая тоже у многих присутствует. Это те показатели, которые снимаются при помощи кардиома, дыхания, частота сердечного ритма. Электрокардиограмма высокого разрешения, температура тела, диагностика падений, как уже говорили, force motion. Это большая проблема у пожилых людей, это падение. Положение тела для того, чтобы контролировать твой родственник, близкий тебе человек, он, может быть, целый день проводит время в постели, хотя ему нужно двигаться. И, как у фитнес-устройцев, анализ сна. Это все хранится в облаке в виде графиков, которые доступны онлайн. Можно посмотреть историю графиков. Приходят пуш-уведомления пользователю и доверенным лицам о нарушениях, каких-то критических сбоях. Ну и производится анализ с рекомендациями по ведению образа жизни. Бизнес-модель. Продажа устройств и специальных самоклеящихся электродов. Продажа лицензии... 30 секунд. Продажа лицензии на программное обеспечение. И открытые библиотеки для привлечения третьих разработчиков. Третьих сторон, третьих лиц. Третьих лиц. Стратегия это... Мы хотим представить его как консюмер устройства. Не медицинского назначения, а консюмер, который можно купить будет в любом магазине рядом с фитнес-браслетами и всем. То есть не нужно внимания страховых компаний и медицинских центров, чтобы им могло пользоваться максимальное количество людей. И продавать это, скажем, через молодежь для их родителей. То есть наша целевая аудитория получается молодежь, которая будет покупать это для своих родителей. Тактика. Выходим на краудфандинг летом. Активная маркетинговая компания. Предпродажи. Начиная с конца года. И дальше. Но все равно мы пойдем через очистку, FDA, сертификацию европейскую. И идем к мировой дистрибьюции в следующем году. Технологии это наш алгоритм дешифровки, кардиограмму и технологии безопасности, которые используются в банках для обеспечения сохранности данных. Это наши конкуренты основные. Практически через одного делается для пожилых людей. Но вот это и это устройство продаются только по подписке через страховые компании. Это устройство после прохождения сумасшедшей успешной компании на Индиего. Они закрылись. Они раздали деньги обратно и сказали, что они пошли в медицину. Вкратце. Так. Команда. Верхняя четверка это уже работают на постоянной основе. У нас есть доктор, заведующий отделением кардиологии. И нижняя тройка это люди, которые готовы войти, когда мы уже привлечем инвестиции. Наш мент. Начали мы это в виде стартапа. В 2014 году в ноябре сделали прототип летом прошлого года рабочий. Сейчас мы здесь. Краудфандинговая компания на лето, как я говорил. СИД-серия тоже летом, сразу после старта компании, которая, я уверен, будет успешной. Ну и продажи, о которых я говорил. Это я хотел, здесь был просто инвестор мой. Я хотел ему при всех рассказать, куда пойдут его деньги. Усиление команды. R&D. Регистрация патентов всех необходимых. Ну и очистка, скажем. Все, спасибо за внимание. Спасибо огромное. Я же не показал. Да. Вот устройство. Такое. Ну, это еще без электроники. С электроникой сейчас на тестировании находится. Оно клеится под грудь. И практически не создает никакого дискомфорта в использовании. То есть я лично на себе проверял. Я сплю в нем, принимаю душ в нем. Попреждаем. Попреждаем. Рома к нам приходил с электродом. Попреждаем. Попреждаем. Великолепно. Поскольку проект, как я говорил, у нас в статусе success story, я думаю, вопросами забрасывать нету смысла. Почему? Я готов. Ну, хорошо. Да, пожалуйста. Аккумулятора хватает по нашим тестам на 10 дней. То есть мы будем... Ну, это не батарейка, это аккумулятор. Мы говорим о том, что 7 дней, ну, неделя. Точно. Да, пожалуйста. Там сейчас мы точно определяем ишемическую болезнь сердца. Об остальном пока не говорим. По одному отведению? Да, по одному отведению. Мы получаем довольно чистую кардиограмму. Я сейчас просто не взял. Обычно я на встрече с инвесторами, я показываю. Мы сидим, разговариваем, они смотрят, что со мной происходит в это время. Ну, и ты жив. Хорошо. Спасибо огромное. Спасибо. Все устали.